Друзья, всем привет! С вами Любомир Борода. Сегодня хочу поговорить о сумочке от компании Candelabro. Это поясная сумка, которую мы сейчас с вами разберем, посмотрим, что у нее как устроено, ну а потом во второй части ролика сравним ее с аналогичной сумкой от компании Hardride. Итак, давайте приступим. На меня вышли производители этих сумок бренда Candelabro, который делает не только сумки, но и мессенджеры, рюкзаки, в том числе поясные сумки. И спросили, не хочу ли я попробовать такую сумку, взять ее на обзор. Соответственно, я согласился, я сказал ребятам, что я сначала ее протестирую, попользуюсь ей, а после этого уже запишу. Собственно, она мне пришла еще в том году, месяц назад. Вот эту сумку, которую вы видите, она уже после стирки. Я ее активно потаскал, познакомился с ней и могу уже что-то о ней рассказывать. В общем, давайте перейдем к делу. Собственно, лицевую сторону сумки вы видите. Обычная поясная сумка, на которой есть такой вот кожаный логотип Candelabro Crafted in Ukraine 2012 год. Вот молния. Одна молния. Мы видим, как один отдел. Двойной замок, то есть можно открывать с одной и с другой стороны, что очень удобно. Тут какие-то веревочки. Я бы с радостью их поменял на паракорд, потому что веревочки, я бы сказал, так себе. Но это уже мое такое профессиональное паракордовое мнение. Фурнитура UKK. Что мы видим в основном отделе? Основной отдел достаточно большой, вместительный, имеет несколько карманов. Два кармана вот таких вот на сеточке, сетчатых кармана. Один и второй. Вот они с резиночкой, то есть плотно тут прижимают. И еще один карман на молнии. Вот такой, с подкладочкой. Такой, как плащевка, что ли, мягенькая. Такой удобный. И с задней стороны мы видим еще один карман. Такого плана, тоже с подкладкой. А между основным отделением и задним карманом пенная перегородка, которая, как заявляет производитель, создана для того, чтобы защищать девайсы, которые вы будете класть в этот карман, от, например, технического воздействия ключей или прочих штук, которые будут лежать у вас в основном отделении. Вот. Давайте попробуем просто вместить в эту сумку все, что обычно я стараюсь с собой носить. И посмотрим, насколько это функционально. В первую очередь, конечно, у меня есть вот такой вот кошелек с карточками, которые я всегда ношу с собой. Этот кошелек можно положить как во внутренний получается карман здесь и застегнуть его на молву, так и в основное отделение, чтобы вы просто могли расстегнуть и сразу достать без всяких заморочек. Либо, если вам боитесь потерять, или еще что-то ближе к телу, в задний карман. Вот. Давайте я положу его пока в этот, чтобы разместить все остальное. У меня есть два телефона, которые я ношу с собой постоянно. Эти телефоны я положу в задний карман, поближе, так сказать, к телу. Нет. Два телефона в задний карман не очень удобно влазить. Положим один, а второй я тогда положу вот сюда, чтобы и правда ключами не поцарапать его. Вот. Дальше. Пару мультитулов я тоже всегда с собой таскаю. Положим их, ну, наверное, в основное отделение, потому что ключи здесь тоже будут. Вот. Ничего страшного не случится. Я ношу с собой наушники и алтоид зенцы. Зенцы можно засунуть опять же сюда. Наушники как раз можно положить в такой вот кармашек. Вот. Еще у меня есть пару салфеток влажных, которые можно положить также с наушником. И аккумулятор для GoPro. Тоже сюда можно засунуть. И ручка. Вот. Ручку даже можно так. В принципе, закроется. Но не очень, наверное, для меня это удобно. Кину в основной отдел. И последняя свяжка ключей. Все это мы положили. Собственно, все у нас аккуратно уместилось и лежит в сумке. Если нам надо что-то либо достать, нам приходится отворачивать данный клапан. Когда особенно у нас сумка на поясе, открывать отделение. И смотреть, что у нас. Ага. Мне нужен, например, телефон. Я его взял, положил. Вот. Кошелек. Включи. Ну, в общем, вы видите, как это все здесь выглядит. Плюс еще остается какое-то место. Часто у меня спрашивают, особенно по сумкам Hardride клиенты, можно ли в сумку поместить 0.5 бутылочку с водой. Я не знаю, я так не ношу, но вот, судя по вопросу, который сейчас задают, людям это интересно. Давайте попробуем прям, имея уже свой арсенал в сумке, еще и бутылку с водой положить. Вот 0.5 Pepsi. Собственно, все получилось. Все влезло. Конечно, она уже такая получилась, достаточно плотная и тяжелая, но факт тот, что, в принципе, если вы нанесете ее на груди, то можно и бутылочку сверху положить. Так, что еще хочется сказать об этой сумке? Здесь есть мембрана. Вот. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я не особо любитель мембран на таких сумках, но люди говорят то, что не трет, не жмет, как бы, и очень комфортно сидит на вашем теле, да, там на поясе, на груди. Мне кажется, я живу в регионе, когда летом очень жарко, что вот такая вот сеточка будет впитывать себя в пот, потому что очень жарко, мы потеем, если носить ее на поясе, по-любому она будет соприкасаться с телом, с мокрой футболкой и впитывать в себя всякую срань. Если бы стояла просто кортура обычная, но она бы терлась, она бы их, по крайней мере, не впитывала, да, она тоже пачкается, ее тоже придется чистить, стирать, но не будет впитывать и вонять. Но это мое мнение, возможно, я не прав. Вот, и что еще, регулируемый ремень, фурнитура ЮГК, как я уже говорил, мне здесь не очень понравилось то, что когда вы носите сумку на поясе, и, например, она у вас впереди, а вам надо ее переместить назад на поясе, да, когда вы делаете эту манипуляцию, вот эта вот система цепляется за шлевки штанов и делает вот так. И постоянно приходится вот эту херь поправлять, вот, ну вот не держит эта резинка нормально, она все время сбивается. Вот, собственно, по функционалу я показал, сюда можно вместить много всего и даже еще и еще чего-нибудь добавить. А что еще хочется сказать, по вот этим вот карманам, я не знаю, насколько они долговечны, но вот я поносил месяц, я постирал, они держатся хорошо. Но для города, если вы носите там жвачки, наушнички, какие-то там блокнотики, телефончики, наверное, это классно. А если вы носите, как я, всякие мультитулы, ключи, прочую грубую срань, которая может повредить вот такую херь, возможно, она будет не очень практична. Но, опять же, это мое мнение, сумка достаточно вместительная, большая, интересная. Теперь мне хотелось бы сравнить эту сумку с сумкой, которую я ношу постоянно. А наушу я постоянно, вейстбэк от компании Hardride, понимаю, дело уже несколько обзоров. Просто хочется сравнить этот же арсенал прибамбасов всяких, которые у меня с собой, положить в сумку Hardride, ну и рассказать немножко о ней. Так, теперь смотрим на вейстбэк от Hardride. Что мы видим здесь, на лицевой стороне? Клапана, закрывающего сверху, как у этой сумочки, тут нету. Тут просто сразу идет молния. Тоже с двумя замками, на обе стороны. Таким образом мы попадаем в основное отделение. Про основное отделение скажу чуть позже. У нас спереди есть еще один карман. Опять же, вместительный и длиной тоже во все основное отделение. Вот, плюс здесь есть петелечка под как раз ключи или какие-нибудь другие девайсы. Так, основное отделение. Здесь нету кармашков, как мы видели в сумке от Candelabor. Но здесь есть, опять же, петелечка с карабином под ключи. И здесь есть вот такая вот резинка, с помощью которой можно организовать пространство. То есть, ваши все вот эти прибамбасы просто закрепить под эту резинку. Например, взять вот эти наши конфеты Altoids, засунуть их под резинку. И у нас получается, основной отдел остается пустым. Как бы, еще можно много всего положить. А конфетки уже на стеночки прилеплены. Ну, то же самое, как карманы. Мой аккумулятор. Мультитул. Сюда же. Потом что? Ну, наш кошелек, соответственно. Вот, телефон я положу в основное отделение. Он, в принципе, мне здесь не мешает. Дальше ключи. Можно прибрать в первый отсек. Сюда же еще один мультитул. Наушники. Задний отдел. И, в принципе, еще один телефон тоже можно засунуть в задний отдел. Он хорошо сюда помещается. А салфеточки можно засунуть в заднюю отделение. Застегиваем сумочку. Выглядит это вот так. А, и по поводу бутылочки. Но если мы захотим засунуть бутылку сюда, то она у нас, вот именно с моим вот этим набором, не влезет. Без кошелька и телефона залезет легко. Либо, если убрать алтуец, положить кошелечек, алтуец скинуть сверху, телефон, в принципе, тоже, да? То уместить можно. Какие выводы? Обе сумки прикольные и по-своему интересны. Сумка-канделябр, ну, как мое мнение, больше интересна для города. Из-за своих вот этих кармашечков и всей вот этой вот аккуратности. Сумка-хардрайт интересна как в городе, так и за городом, в каких-то поездках. Плюс в хардрайде, я еще не досказал, есть вот такая вот стропа-моли, на которую можно дополнительно что-то прицепить, повесить, ручку какой-то, фонарик, какой-то там тот же мультитул подцепить. То есть все, что у вас должно быть под рукой, сюда можно зацепить какой-то карабин, на карабин что-то подвесить. Собственно, тут, получается, дополняется функционал. Вот. Я долго проходил с хардрайдом, поэтому как бы канделябр по началу, когда я только стал им пользоваться, был мне неудобен. в течение месяца я с ним походил, и в принципе, ну, тоже сумка, которая интересная, сумка, которая заслуживает того, чтобы быть, ее носить, и сказать, что она какая-то там не такая, я не могу. Мне она нравится, и я буду продолжать ее тоже использовать, особенно вот ходить с ней на работу, прикольно. Вот. Что еще? Хотелось бы по плюсам-минусам сказать. Вот у канделябра мне не понравилась вот эта вот штука. То есть, сумка, получается, заканчивается, и сюда вшит ремень, но как-то это все топорно. Вот это вот мне очень не нравится. Ну, хочется какой-то гармоничности, что ли. И смотрите, как эта же самая штука, сделана у Hard Drive. Какое здесь решение, да? сумочка плавно переходит в ремень. Вот. С этой стороны тоже. Смотрите, насколько это красиво, как бы, и офигенно. Вот. Вот это, ну, здесь по-любому вариант намного лучше, чем вот такой. Вот. И в плане пояса, который вот тут вот все время сбивается, я вам говорил, у канделябра, у Hard Drive ничего не сбивается, потому что тут по-другому сделано креплению. То есть, как бы вы ее не крутили, ничего у вас никуда не денется. Вот. По внешнему виду. Как можно сказать? Смотрите, Hard Drive он меньше по длине, но больше в объеме. То есть, он такой, как бы, полукруглый, и у него есть вот такое вот дно. Вот. Канделябр он длиннее. Длиннее. Но дно у него вот такое всего лишь маленькое, и, соответственно, объема внутри он как-то больше в длину идет, нежели сюда выступает вперед. Вот. И какие, опять же, плюсы-минусы? канделябр, если вы носите его на груди, он плотнее прилегает, например, там, к вашему телу, и его не так видно, но в то же время, как Hard Drive будет выступать вперед. Вот. Но по, опять же, по Hard Drive, когда, мне удобнее, когда сумка у меня на поясе, открыть отсек, открыть крышку, и у меня здесь все видно, как бы, у меня большое, как бы, отделение, и я вижу все. Вот. Где в случае с канделябром, мне надо это открывать, и она как-то вот, вот, надо туда заглядывать, и я еще и боюсь, что если я буду открывать дальше, то у меня отсюда все-таки начнет вываливаться, ну, потому что вот она плоская и широкая. Такой вот обзор, вот, пишите свое мнение, в комментариях свои отзывы, что вам понравилось, что вам не понравилось, и нужны ли еще такие обзоры. Вот, с вами был Любомир Борода, я мог что-то опустить в этом ролике, не хотел никого обидеть, обе сумки классные, вот, и ссылочки на производителей, на того и на другого, я даю в описании к этому ролику. Покажу вам по размеру, да, вот он канделябр, а вот он хардрайт. Кстати, когда я только начал пользоваться сумкой хардрайт, мне казалось, что она ужасно большая, по сравнению вообще с поясными сумочками. После канделябра я понял, что хардрайт достаточно компактная, маленькая и вместительная сумка. на этом все, с вами был Любомир Борода, до новых встреч, вот, всего хорошего, подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, вот, будьте на связи, пока. ГОЛОДИСМЕНТОР